Почему всё не так? Вроде и всё, как всегда. Он молчал не в бабах и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другой. По дороге сухой, окомлённой травой, Сколько лет ты идёшь? Или сколько столетий? Сорок первый проходишь, и сорок второй, А ещё впереди у тебя сорок третий. Чашу скорби и гнева ты выпьешь до дна, Проверяя себя перед братской могилой. Тишина. Здесь такая стоит тишина. В ней и боль, и тоска, и растущая сила. Администрации, сердечно поздравляю вас с днём освобождения Ивангорода. Эта дата для нас с вами сегодня такая же священная, как и День Победы, потому что в этот день был освобождён наш любимый город, потому что Ивангородская земля пропитана кровью советских солдат. Но грозным рёвом и пустой игрой ночное небо, Срезав на рассвете, шли самолёты на восток. Их строй принёс начало новой ноты, Что дирижёрским замыслом верна. Зловещим визгом первого полёта Начнёт запев по имени «Война». Ивангород был оккупирован гитлерскими войсками 18 августа 1941 года. Это будет, я знаю, Не скоро быть может. Ты войдёшь бородатый, сутулый, иной. Твои добрые губы станут суши и строжа, Опалённые временем и войной. Но улыбка останется. Так или иначе, я пойму. Это ты. Ни в стихах, ни во сне Я рванусь, побегу И, наверное, заплачу, Как когда-то уткнувшись в сырую шинель. Началось победоносное наступление. 1360 орудий открыли огонь По переднему краю вторым И третьим траншеям противника. 200 орудий и гвардейских миномёта Вели огонь прямой наводкой По огневым точкам фашистов вдоль берега Норовы. По приказу коменданта 16-го укреплённого района Начался и штурм Ивангородской крепости. Слово предоставляется Старшему научному сотруднику Коноваловой Ирине Владимировне. Зима и весна 44-го года прошли в боях и учениях. И только в июле почувствовалось приближение решающего удара. Потому что войска получали пополнение, оружие, готовили плавсредства. Я от всех музейщиков Ивангорода поздравляю вас с этим светлым праздником. И хочется пожелать, чтобы по нашим дорогам, дорога Ивангорода, никогда война не проложила своих истерзанных и пыльных дорог. И пусть в нашей летописи теперь будут только мирные страницы. С праздником вас! Мирные воины, принимавшие участие в наступлении, герои, презревшие смертельную опасность и победившие. Слово предоставляется заместителю председателя городского собрания города Нарвы Олениной Ларисе Владимировне. Те герои, которым выпало в трудные февральские дни, были такие даты, как 15 февраля, когда высадили Меликюльский десант. Потом было 22 февраля, потому что очень хотелось, чтобы 23 февраля, в день рождения Красной Армии, была освобождена Нарва, под которой армия родилась. А потом были и другие трагические дни. И вот поминули 47 человек. У нас в городе, так же, как и у вас, общие герои. В 69-й раз мы отмечаем этот светлый, радостный праздник для нашего города, для жителей нашего города. Этот светлый праздник, он связан еще и со скорбью. Ведь здесь вот двояко, и светло, и скорбно. Недавно мы только праздновали с вами, не праздновали, вернее, оговорился, а отмечали день скорби и памяти. Но вот этот день, он так же связан с этими событиями. И вечная слава нашим воинам-освободителям, которые живы по сей день. С праздником вас, дорогие ивангородцы. Будьте счастливы и здоровы. Спасибо. В один и тот же день и час на встречу вы к друзьям спешите. Но с каждым годом меньше вас. И нас за это вы простите, что не сумели вас сберечь, не залечили ваши раны. И вот на место этих встреч приходят внуки ветеранов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok